МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! С 6 по 8 сентября Самара празднует свое 438-летие. Поэтому сегодняшний выпуск мы решили посвятить нашему городу. Как происходила эволюция городского пространства? Благодаря каким экономическим, социокультурным процессам и людям Самара из крепости на Волге преобразилась в губернскую столицу? Какую роль в ее судьбе сыграл государственный и общественный деятель Петр Алабин? И почему один из дней масштабного праздника будет посвящен именно ему? Об этом мы будем говорить с нашими гостями. И это Петр Кабытов, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского исследовательского университета имени Королева. Здравствуйте, Петр Серафимович! И Елена Шлиенкова, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского исследовательского университета имени Королева. Елена Игоревна, здравствуйте! Уважаемые гости, вот я в руках держу книгу «Эволюция городского пространства Самары от крепости на Волге до столицы губернии». Авторами этой книги являетесь именно вы. Эта книга увидела свет весной 2024 года. Петр Серафимович, скажите, как родилась идея написания этой работы? Ну, она вынашилась достаточно давно. Дело в том, что мы за последние годы издали «Историю Самары» с 1586 года до 1917 года. Два издания вышло. И эти книги, они в какой-то степени обозначали вектор дальнейших исследований. И здесь, безусловно, нас заинтересовало то, как менялось пространство. Дело в том, что все началось с крепости. В 1586 году была основана крепость Самары, также в Воронеже и в Уфе. И затем функции менялись этого поселения. В 17-м веке, в 16-м веке она стала уже уездом. В 17-м, в 18-м веках уездный центр. Но великий император Николай I издал указ о том, что необходимо создать Самарскую губернию. И Самара стала столицей новой губернии. И вполне естественно, это придало очень мощный импульс к развитию городского пространства. Но вдобавок ко всему, здесь ситуация складывалась так, что в 30-е годы 19-го века стали запахивать степные массивы в Завомжских степях. Это в Николаевском, Новозьянском уездах, в Узлукском, в Угосланском. И выселали такую замечательную пшеницу белотворка. Белотворка – это пшеница твердых сортов. Из нее обычно изготавливали муку высочайшего качества. И вот то, что земли запахивались и получались очень высокие урожаи, создавало возможность приступить к строительству. Причем строительство шло таким образом, что создавались уникальные архитектурные комплексы. Ну и в то же время мы видим, что центр, административный центр, он постоянно движется все дальше и дальше. То есть пространство меняется. Сначала это район нынешней Хлебной площади, там, где была крепость. Затем улица Толстого Алексея Николаевича. Затем уже речь идет о бывшем Белом доме, там, где находится драматический театр. Так. И в конечном счете уже в 20 веке, в конце 20 века мы видим строительство Белого дома на площади Славы. То есть вот это удивительно, но факт. Административный центр постоянно движется все дальше и дальше. И это движение связано с тем, что меняется экономическое и социокультурное пространство. оно превращается, оно становится совершенно иным. Поэтому вот это очень интересное явление, и это явление связано прежде всего с людьми. Вообще я как-то губернатору новому сказал, что главная ценность у нас, в нашей области, это прежде всего люди, так и историческое поселение, исторический центр. Это бриллиант невиданной стоимости. То есть вот это главное богатство наше. Это безусловно. Но вот посмотрите, реконструировать городское пространство Самары с момента основания крепости еще Самары до ее состояния столицы, губернии, то есть до начала XX века. Это ведь, я полагаю, непростое дело. Как долго вы работали над этой книгой? Ну, работа над книгой началась, наверное, еще, когда только вот мы с Петром Серафимовичем познакомились. Так получилось, что Петр Серафимович был научным руководителем моим, начиная с бакалавриата, затем магистратура, аспирантура, соответственно. И вот сейчас мы пришли к этой книге. Восемь лет. Восемь лет. Ну, примерно, да. То есть это книга, итог работы восьми лет. Ну, в целом, да. Потому что когда я пришла вот к Петру Серафимовичу на кафедру, он меня взял под свое крыло, вот, и дал мне тему для разработки научно-квалификационной работы «Модерн» в Самаре. Вот я, кстати, хотел как раз спросить, что обычно, когда два автора в книге, кто-то отвечает, ну, каждый отвечает за какой-то свой блок, за свое направление. То есть вы занимались «Модерном». Ну, здесь, наверное, сложный вопрос немножко, потому что все делалось в такой очень тесной кооперации, вот, и сказать, что конкретно кто-то написал одну главу, кто-то другую, наверное, не получится. Это коллективный труд, на самом деле. Абсолютно коллективный труд, да. Совместно. Вот такое соавторство с таким уже именитым коллегой, профессором, как вы его оцениваете? Вас это не смущало или, наоборот, может, окрыляло? Это максимально поддерживало и окрыляло, конечно, потому что ты всегда знаешь, что тебя поддержат, тебе помогут, тебе дадут совет, если ты где-то чего-то не понимаешь, что нормально, особенно на стадии обучения, бакалавриат, магистратура, всегда знаешь, что можно обратиться, и тебе всегда помогут. Поэтому, нет, нисколько не смущало, наоборот, всегда придавало уверенности в себе и в своей работе. Ну, понятно. Ну, научный руководитель генерирует идеи, и он, вообще-то, если действительно хочет добиться результата, он должен четко обозначить основные направления будущей работы. И круг источников, литературы, потому что молодой исследователь, он нуждается в опеке. Естественно. Конечно. Да. Эта традиция идет, я бы сказал, вот недавно была Олимпиада, правда, не у нас, а во Франции, много можно говорить по этому поводу, но, понимаете, вот каждый спортсмен, для того, чтобы он добился результата, стал олимпийским чемпионом, или стал кандидатом, а потом доктором наук в будущем, так он должен постоянно осваивать все новые и новые практики, исследовательские практики. Он должен обладать инструментариум. Сам он по себе один не сможет это сделать. Конечно. И надо сказать, что исследовательские инструментарии меняются. Дело в том, что эта книга, она написана на междисциплинарном уровне. То есть здесь несколько направлений. Здесь и право, здесь и история, здесь и психология, и множество направлений, и архитектула. Да, и множество архивных источников вы исследовали, конечно. Вот несколько слов об этом. Скажите, какие хранилища, музеи оказали вам поддержки? В какие материалы вы погружались? В какие архивы? Ну, комплекс источников, он, конечно, многоплановый, начиная от архивных источников, Центральный государственный архив Самарской области. Это фонд городской управы, наверное, в первую очередь, прямо самый такой масштабный пласт. Если говорить о музеях, вот вы упомянули, то очень помог музей Алабина в свое время. Они открыли доступ к фондам. Там оказалось много замечательных карт Самары, области, губернии. Вот, поэтому тоже очень помогли. Использовалось много периодических изданий. Самарская газета, здесь, наверное, библиотека, помощь. Фонд отдел редкой книги, где хранятся как раз дореволюционные издания, и нужно было прошерстить вот такой большой пласт периодических изданий, чтобы понять, как современники вот в книге этого периода видели город, как они его описывали, как они относились к действиям властей. Это же вливалось в первую очередь в местную прессу. Вот, поэтому... Ну, уникальными источниками, конечно, являются, прежде всего, книги Алабина «20-летие Самары как у Вярдского города». Это энциклопедия, на самом деле. Ну, и, конечно, картотека Головкина. Головкин вообще уникальная личность. Он, будучи больным, он занялся, уже возвратившись из Сибири, он занялся изучением истории Самары и создал колоссальную картотеку. Это тоже энциклопедическое издание, мы его опубликовали, эти материалы. И там находится колоссальная информация, историческая информация о многих явлениях жизни. То есть, на самом деле, вот этот пласт источников, он очень разнообразный. И, конечно, здесь понадобилось владение вот этим исследовательским инструментарием. Дело не только в том, чтобы выявить, но нужно проанализировать этот источник, нужно извлечь эту информацию. И какие-то выводы сделать. Да, сделать выводы. Исследователь иногда может быть слепым. Он обладает профессиональной слепотой иногда. А вот увидеть нечто новое является важным. Один из выводов в вашей книге, что Самара несла на себе такой статус догоняющего города. Вот мне интересно, как вы считаете, мы освободились от этого статуса на сегодняшний день? Вы знаете, вот что меня на самом деле подвигло, и я благодарен Елене Игоревне за то, что она взялась за это дело, и мы издали эту книгу. Вот Юрий Аклянский как-то написал такую книгу в шумной захолустье. Дело в том, что обнаружили архив Алексея Николаевича Толстого, письма. И вот на основании этих письм он написал эту книгу. И вот в этой книге он показал, что Самара – это такой какой-то затхлый, такой убогий город. Здесь ничего нет. Он ошибается. Город Самара обладал очень мощной культурой. Эту культуру несли вот такие люди, как Алабин, так, как, допустим, тот же Головкин, как Свербеев. Вот. Поэтому, конечно, вот это обстоятельство очень важно. Но, если возвратиться вот к этой теме, понимаете, Симберск, хоть он и возник почти в то же время, и Саратов, но там – это были дворянские города. И губернии там возникли раньше. Они стали столицами губернии значительно раньше. Там было достаточно большое количество дворян, помещиков жили в этих городах. Купечерство. Вот. Поэтому экономический потенциал, допустим, Симберска и даже Сызания и Саратова было значительно выше. Но они отставали, допустим, от Казани. Потому что Казань – это город с богатыми традициями, культурными, экономическими и так далее. Поэтому Самара должна была догонять. И вот случился очень резкий скачок. И вот этот скачок случился, и Елена Игоревна расскажет, почему он случился. Да, почему? Благодаря каким процессам? Здесь, на самом деле, комплекс факторов. Это, во-первых, и великие реформы, которые произошли, которые выпустили на волю такую большую массу крестьян, которые начали идти в город, в том числе на заработки. За счет этих крестьян начинает развиваться активно городское пространство, в том смысле, что стихийная застройка начинается. Это один из факторов. Также технический прогресс, безусловно, железная дорога, водные пути, сообщения. Все это позволяет произвести вот этот сильнейший скачок. А если говорить про статус догоняющего, то я бы здесь хотела дополнить, что, возможно, именно этот статус догоняющего города придает Самаре такую изюминку. Потому что Саратов, Симбирск, как Петр Серафимович отметил, они с такой очень сильной аристократической составляющей развивались. Там преобладает в облике старого города классицизм, в первую очередь, с его строгостью, величественностью. А в Самаре такой сильной аристократической дворянской составляющей не было. Ну да, вы в книге пишете, в эклектике. Да, и как раз когда происходит вот этот экономический скачок, когда городу уже пора развиваться, нужно куда-то двигаться, в городе преобладает в первую очередь купечество, которое таким образом самовыражается. Через вот эти новые тенденции, модные веяния из других стран, которые приходят. А в то время как раз была модна сначала эклектика, а затем модерн, который вот мы сейчас активно наблюдаем в старом городе, и эклектику, и модерн, и сегодня... И гордимся этим. И гордимся сохранить эту красоту, да. Я хотел сказать вот еще. Понимаете, вот Самара с самого начала она напоминала вокзал. Здесь сюда приходили люди с разных уголков России. И здесь не было вот такой конкуренции. Почему проходили сюда купцы из верхних в Омске городов? Потому что они здесь не испытывали вот такую большую конкуренцию со стороны других предпринимателей. Простор в экономической и хозяйственной деятельности. Но я хотел бы сказать и о власти. Понимаете, в чем дело? Вот тот же Алабин, допустим. Да и губернатор город, так, Сфербеев, Аксаков, другие губернаторы. Это люди, которые пришли к нам из других городов, из центральной России. Там темпы экономической, культурной жизни были иными. И они своими идеями, своими инициативами, они в какой-то степени способствовали тому, что мы очень быстро смогли догнать Саратов и Земляск. И даже обогнать. Ну да. В своей книге вы назвали Петра Алабина первым краеведом. Почему он? Вы знаете, вот если говорить об Алабине, да... Я имею в виду первым краеведом Самары. Личность Алабина, она необычайна. И она меня всегда восхищала еще на студенческой скамье. Я удивлялся тому, как этот вот офицер, участник русско-турецкой войны, крымской эпопеи, севастопольской битвы, так, для чего ему это нужно, вот это занятие этим краеведом? Но Алабин вообще неординарная личность. Он знал. Личность разносторонняя. Чем он только не занимался. Он издавал книги для чтения детей, для детей. Он занимался изучением археологических памятников еще в Вятке. Он является одним из тех людей, который впервые открыл анонимскую культуру. Так он потом стал почетным членом археологического института. Он занимался и садоводством, и выращивал цветы. Он был библиотекой. Он попечительствовал не только в библиотеке, но и в школу. То есть это разносторонняя личность. Но вот что-то в нем произошло такое, как когда он узнал, что скоро надвигается юбилей 30 лет. Он был единственным человеком в Самаре, который сказал, надо провести День города. Но к этому Дню города надо опубликовать книгу. И вот он стал осваивать вот это ремесло историка. И он освоил. Это блестящий труд, на самом деле. На который вы опирались, в частности, во многих. И вот Елена Ильяновна, конечно, она высоко оценивает достижения Алабина в показе этого городского пространства. Он показывает. Он не только показывает, он его еще и создает. Он и создает. Потому что есть упоминание, что когда благоустраивали сквер вокруг вновь только открывшегося памятника Александра II, на Алексеевской площади, нынешней площади революции, Алабин из собственных запасов выделил 13 кустов на благоустройство данного сквера. Так что активно участвовал и в благоустройстве городского пространства. Он и Струковским садом занимался. То есть, мне кажется, вообще нет такого места в Самаре знакового, которое бы не было связано с именем Алабина. Вот очень интересно. Вот эти Алабинские места, места памяти Алабина. Ну, прежде всего, это, конечно, мы назовем замечательное такое место Ивярский монастырь. Да, конечно. Я когда в 70-х годах, даже в 60-х годах, прошел в монастырь и увидел могилу и памятник Алабину, я увидел, что на памятнике сколы от пуль. То есть, памятник воевал. На нем не было креста. Крест потом восстановили. Вот это одно знаковое. Ну, Ивярский монастырь вообще для Алабина знаковое явление. Там был колодец с самой чистой водой. Чистейшая вода, святая вода. Ивярский монастырь – это самарское знамя. Да, да, да. Монахини и его жена Варвара Васильевна вышивали… Своими руками. Своими руками знамя. Наконец, допустим, мы знали о том, что Самарская дума вынесла постановление о том, чтобы сделать его почетным гражданином в Самаре. Он почетный гражданин… Трех городов, насколько я понял. Двух сначала. Софии и Вятки. Вятки и София. И вот я как-то вот этому городскому начальству говорю. Ну, как же так? Понимаете, Алабин столько много сделал, и он непочетный гражданин. И вот, наконец, это восстановилось. Свершилось. Дальше. Станция Алабина. Алабинская станция метров. Вот когда мы обсуждали, мы с Заванным Александром Никифоровичем говорили о том, что должна появиться станция российская. Она появилась. Около библиотеки областной должна появиться станция Алабинская. Почему? Потому что Алабин попечительствовал библиотеке. Он отдавал свои сочинения, он составлял библиографический указатель и так далее. Наконец, памятник. А до памятника по Волге ходил теплоход Алабин. Я на нем ходил. Не плавал, а ходил. Да, теплоходы ходят. Теплоходы ходят. Вот. Мы ходили на теплоходе в Велизавальном до Астрахани. В 93-м году мы провели год Алабина. И год Алабина, он стал такой акцией, когда ежегодно отмечались какие-то события, культурные события. И Самара стала столицей, культурной столицей. Вот, поэтому мест, таких памятных мест очень много. И памятник. Вот. Эпопея с памятником, она достаточно сложно шла. Но все-таки мы добились, что стоит этот памятник. Да, замечательный памятник. И стоит в знаковом месте, около Струковского сада, который... Красноармейский спуск, набережная. Да. Мимо не пройдешь. Мимо не пройдешь. Мне бы хотелось обратить внимание наших телезрителей, что вот 29 августа исполнилось 200 лет со дня рождения Петра Владимировича Алабина. И завтра, 6 сентября, праздник Дня Города посвящен именно 200-летию Петра Алабина. Планируется гашение Марк с его изображением. Конечно же, возложение цветов к его памятнику. И, конечно, я думаю, это очень важно. Вот такая дань памяти такому выдающемуся человеку, нашему земляку. И один из Дней Города, еще раз повторюсь, да, посвящен именно памяти Алабина. А вообще для вас День Города – это насколько значимое событие? Елена, ну да. Да. Ну, вы знаете, вот я вспоминаю 1986 год, 400 лет Куйбышеву, ну тогда город назывался Куйбышев. Вот. И звонят из Горкома КПСС и говорят, а вот вы помогите нам определить дату, когда проводить День Города. И я стал поднимать фолианты, документы. И, в общем, наткнулся на такую вещь, это писал и сам Алабин, что крепость была построена в течение месяца. То есть май месяц. Так, я говорю, вот можно проводить в мае месяце, в конце мая, и можно проводить, значит, осенью, после завершения сельскохозяйственных работ. И вот несколько лет проводили два Дня Города. Потом пришли на осенний день. День Города – это означает, что мы так или иначе прикасаемся, точнее, мы на машине времени оказываемся в той эпохе. В эпохе, когда возникла крепость. Когда вот это социокультурное пространство меняется. И меняется постоянно. И эти изменения происходят за счет созидательной деятельности людей. То есть мы протягиваем такую нить памяти о тех, кто жил и создавал когда-то Самару. И теми, кто сейчас живет и создает наше настоящее. То есть история – это прошлое, настоящее и будущее. Мы, с одной стороны, с вами как будто в настоящем. Но мы так или иначе находимся и в прошлом, и думаем о том, каким замечательным может быть будущее у нашей замечательной Самары. Это столицы запасной, столицы космической, столицы нефтяной, столицы шоколадной. И где живут самые красивые девушки и женщины. У нас совсем мало времени остается. Я спрошу такой, задам вам вопрос. Пожалуйста, коротко ответьте мне на него. Вот все-таки это научная работа. И часто случается, что работая над книгой, рождается идея создания новой. Вот не случилось ли такого с вами? И если да, то можем ли ожидать, что появится новая книга о Самаре? И чему вы посвятите ее? Ну, я думаю, что обязательно появится. Потому что, в принципе, вот это историческое поле, оно только начинает осваиваться. Я бы сказал, что мы в будущем, видимо, займемся написанием истории Самары, советского периода и настоящего времени. Вот такое личное продолжение. Я хотел как раз об этом тоже. Потому что здесь предстоит колоссальный объем работы. И причем, я думаю, что участвовать в этой работе будут многие поколения. Вот сейчас вышла книга «Военная столица» Репенецкого. Эта книга посвящена Великой Отечественной войне. Но какой была Самара, допустим, после 1917 года? Двоенная Самара. Вы можете рассказывать тоже в своей книге. У нас, к сожалению, нет больше времени. Вот подробно об этом поговорите, Елена Игоревна. Вы готовы к работе вот над таким материалом? Безусловно, готовы. Потому что тема городского пространства, она, наверное, неисчерпаема. И всегда можно найти какие-то новые подходы, новые материалы. Тем более, что после Великой Отечественной войны, мне кажется, Самара получила новый импульс для развития. И городское пространство Самары опять значительно изменилось. Наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Уважаемые гости, я благодарю вас за интересную беседу. Напомню, сегодня у нас в студии были Петр Кабытов, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского исследовательского университета имени Королева, Ильена и Елена Шлиенкова, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского исследовательского университета имени Королева. Авторы увлекательной монографии и эволюции городского пространства Самары от крепости на Волге до столицы губернии. Дорогие друзья, читайте эту интереснейшую книгу, празднуйте День города и помните о лучших людях Самары. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин